Всем здравствуйте! Мы на Старконом. Сегодня 21 сентября, 2024 год. Сейчас хочешь пойти через собак, не через аллею. Это мы были, вот смотрите, в ветеринарной аптеке. Покупали от Блох кошечка. И я вам сверху показала, какие здесь вот есть кафе. Здесь очень вкусно кормят. Я все время показываю. Сейчас мы проходили на Старконом. Работают до сих пор генераторы у людей. Света у них нет. Так, хорошо. Все по порядку. Значит, вчера, когда мы пришли домой, после того, как сняли вчера видео, сели обедать и был сильнейший взрыв. Тревога, да. И сразу взрыв. И он такой был какой-то, как не один взрыв. Было слышно несколько взрывов. Это было очень громко, очень близко к нам. Ну, мы поняли, что это или порт, или центр города. Так и получилось. Попали в портовую инфраструктуру. И в гражданскую тоже попали. Ранено 4 человека. Попали в гражданское судно с иностранным флагом. Оно стояло, это судно, в очереди на погрузку зерна. А 4 человека, что ранено, это работники порта. Им тут же оказывалось... Вот я не знаю, слышите вы или нет, как работают генераторы у людей. Ну, и также вчера объявили, что сегодня 21-го почти весь город будет без света. Это Хаджибеевские, Центральные и Пересибские районы. Некоторых районах частично, некоторых полностью. Не будет света в связи с тем, что ТЭЦ проводит, как это называется, профилактику и ремонтные работы, профилактические. Да, они сказали, где, возможно, они подключат резервы, чтобы у людей был свет. А где такого невозможно, так с 6 утра до 17.00 света не будет. Ну, и вчера вечером на поселке Котовского фактически у всех пропал свет. По крайней мере, то, что нам писали и звонили, рассказывали, в кого мы знаем, кто живет на поселке. У них ни у кого не было, да. Это там живет и наша тетя, и племянница, и сестра двоюродная, и знакомые их. И они вот все звонили, ни у кого не было света. Они не знали, с чем это связано. И звонили в ДТЭК, сказали, что свет включат в 5 утра. И я вот сегодня позвонила тетя, она сказала, да, рано утром включили время. Она не знает, потому что она спала. Ну, включили свет. И мне также одна знакомая написала, что какая-то авария на какой-то ТЭЦ. Я не знаю, на какой. Вот. Из-за этого там не было света. Также в связи с тем, что сегодня вот будет отключение света, также и электротранспорт в два раза меньше входит на линии. Да. Это, к примеру, например, если 15-й трамвай обычно где-то 6 или 7 вагонов ходит, то сегодня только 3 мы видели на линии, да? Да. И также вот 8-й троллейбус. Ну, там всегда очень много людей, ой, людей, вагонов, троллейбусов очень много ходит, да даже не посчитать. То сегодня, сколько мы посмотрели? 5 всего на линии. Это все связано со светом. Да. Ну, а мы с Тараконом идем и мы просто гуляем. У нас нет цели такой что-то конкретно снимать. Ну, вот кота этого надо снять. Ну, посмотри. Ну, посмотри на этого красавца. Невозможно не снять наших одесских котов. Мы просто гуляем с вами. Мы любим ходить на Стараконы. В данный момент мы пришли в аптеку. Да, нам надо было в аптеку здесь приемлемые цены. Да, и сосед попросил купить от Блох. И нашей кошечке надо от Блох. Уже время пришло. Здесь всегда очень интересные фотоаппараты такие редкие. Раритетные, да? Да. Ну, и вы знаете, здесь, например, вот пластыри в аптеке очень дорого стоят. Ну, обычные пластыри от мозолей, да, Игорь, как они называются? От натираний. Да, от натираний, да. Чтоб не натирала. От порезов мелких. Да, от порезов, от ран, да. Такие небольшие. Вот, и здесь можно купить гораздо дешевле. Мы знаем женщину, которая продает. И мы у нее все время, кстати, и покупаем. И она нам даже уступает, потому что уже знает, что мы постоянные клиенты. Но ее не было некоторое время. Пожилая женщина. Да, Игорь, не было ее, да? Потом появилась. Ну, по мелочи всякое такое можно все купить. Да, и сегодня очень даже прилично. Не только продавцов, но и покупателей. И вот мы уже шли, встретили соседей, которые уже шли обратно со Староконного, да? С Настей покупали. Да, что-то опять тут. А, это из-за этого ты говорил, да? Ну, сейчас давай покажем. Это здесь, ага. Да, делают асфальт, вы видите. Да. Ух ты. Полностью прям так взялись. Серьезно. Да, здесь все красиво. Да, посмотрим здесь. Конечно, вот это все очень красивое. Руками лучше не трогать. Это такие вещи. Мы покажем. Красивое. Красивое. И посуда здесь красивая. Да, очень приятно. Пройти посмотреть. А, это люди там на углу стояли. Вот это все, да. Где чинят. Они оттуда сюда прошли. Ну, там вот продают серебро, кстати. О, смотри, это машина аж там стоит, смотри. Которая асфальт делает. А еще помните, я рассказывала за спуск Маринеска, что там должны были в сентябре, в начале сентября закрыть, что 12 трамвай, не 12, а 7 трамвай не должен был ходить. Но не закрыли, а уже сказали, что закроют в октябре, потому что еще не готова документация, чтобы делать ремонтные работы. И уже пишут, что в октябре закроют. Да. Ай, что, знаешь, что прочла, что горсовет собирается выделить деньги на ремонт дома Руссова. Дом Руссова уже дома отремонтирован. Фасад. Да, фасад. Только фасад. Вернее, не ремонтирован, а восстановлен. Он же был, он же сгорел. И сейчас они хотят, по-моему, 5 миллионов. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, 5 миллионов. Еще говорят, что очень некачественно был сделан фасад. И, чтобы оно не разрушалось, надо доремонтировать. Пойдем там, может быть, там. Ну, ладно, давай пойдем по здесь, а потом по там. Я так думаю, что и сюда тоже доберутся, будут делать асфальт. Так что, да. Делаются, делаются ремонтные работы. А еще ты мне рассказывал, да, по-моему, что взяли на взятки несколько... Это, я не знаю, кто преподаватель. Один, по-моему, замдиректора в лицее связи хотел взятку, чтобы восстановить мальчика. Он ушел с лицея. А другого взяли тоже в мореходке, тоже восстановить. Тот за 500 долларов, а этот за тысячу. И недавно взяли, на взятки взяли. И недавно опять взяли еще одну взяточницу. Она требовала полторы тысячи долларов. Но это уже, по-моему, в мореходке, вышке мореходки. Она... Ну, так как тебе нравится? Это мадама с Амстердама. Она требовала полторы тысячи за поступление. Это подготовительные есть, оказывается, курсы. И она сказала, и она угрожала, что если не дашь ей этих денег, то она сделает так, что он ни в одно морское заведение не поступит. Представляешь? Ну, человек согласился. И ее взяли на поличном. С поличным, как говорится. Вот так. Вот такое. Тоже... Жадно заглубило. Ну, не знаю, это прям... Да. Нераспущенность. Да, 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 да. У нас сегодня, кстати, очень тепло. На солнце плюс 25. Ой, тут тоже очень интересно. Смотри. Очень интересная картина. Ну, вот такие вот собаки. Это с советских времен, по-моему, да? Вот эти. Ну, все равно интересно. Мне вот эти бутли так нравятся, да? Это для вина, да? Да. Или самогон тоже можно? Можно все. Можно все. Самогон, ты же понимаешь. Не, я не понимаю. А, ну, для прожжения, я знаю. Прожжения, только вино. А, да? Ага. Ну, вот видите, можно мазки купить. И гораздо дешевле, чем где-то. И выгоднее стельки. Да. Мы как-то шли здесь в будний день. И непривычно было, да, Игорь? Потому что было пусто. Пустынно никого не было. Не было вот этих всех. Всего. Домашки. Да. Людей. И даже непривычно как-то, да? Привычно. Да. Ну, пластинки, книги. Да. Здесь, кстати, всегда очень интересные сумки бывают. Иногда нет, а иногда даже очень интересные модели. Они тоже, это их место все время на одном и том же месте. Как-то спрашивали, платят ли люди, которые здесь стоят. Нет, не платят. Они стоят абсолютно бесплатно. Пытались. Да, пытались, да, сделать, чтобы люди платили. Но люди стали возмущаться. И их же и убрать хотели тоже. Они бастовали, выходили. Собаченьки, помнишь, тоже. Вот. Было-было. Но нет, не платят. Просто люди каждый, особенно постоянные, особенно те, кто очень давно здесь стоят, они имеют свои места, они друг друга знают. Конечно, приходят новые. Я не знаю, как они договариваются. Ну, как-то договариваются. Почему? Получат 20 гривен. Что-то мелковатая какая-то, да? А вот можно и овощи купить. Зимой здесь продают и кислую капусту, да, и помидоры, огурцы моченые. Ну, вот есть такие ряды, где там поменьше людей. Хотя здесь тоже всегда много людей ходит. Это вот по времени. По-разному бывает. То больше, то меньше. Ну. Я так думаю, что скоро будут экскурсии на стараконный делать, да? Экскурсоводы. Потому что здесь не только можно что-то купить. Ну, и здесь интересная история. Это Молдаванка. И каждый дом, каждый двор тоже имеет свою историю. А, еще что-то знаешь. Я еще вчера хотела сказать, но забыла. Макдональдс на Дерибасовской закрывают на ремонт, на реконструкцию. Они будут делать более, чтобы было, как они говорят, удобнее, комфортнее для людей, да. А вчера, когда мы шли... Это кто, собачка или... Ой, масечка такая. Макдональдс. Птички. Да, вот такие вот собирают. Это уже тоже коллекции сейчас. Это очень... Да. И на несколько месяцев будет закрыть Макдональдс. Но зато на Дерибасовской открылся новый ресторан. Мы его, кстати, вчера сняли. Я выложила в Инстаграме видео. Но я выложу на нашем канале Телеграм. Сегодня выложу одесские прогулки. Ссылка и название. Я в агономе называлась? Гастроном, да? Да, да. Гастроном Одесская кухня. Очень такой экзотический, интересный, калорийный. Он раньше был другой. Был другой, да. Смотри, картины. А смотри, это для камина, да, вот это? Дверцы. Нет? Для камина? Для печки. Ага. Ну, такое симпатичное. Да, мы зашли, сняли очень... Они только открылись. Мы видели, что там что-то делается. Ремонтные работы были. И вот сейчас зашли. Очень вход интересно оформлен, да? Но не буду говорить. Я потом приду домой. Я выложу, и вы посмотрите на этот ресторанчик. Очень приятный персонал. Очень приятно внутри посмотреть и сходить. Ну, и, наверное, кому-то будет приятно и посидеть там, и пообедать. Видите, постельное белье. Новое абсолютно, да. Ну, и также кофе можно купить, попить. О, иконы, посмотри. Да. Ну, вы же понимаете, как... О, смотри, какой ящик, спички. Это что там, спички раньше продавали, да? О, как интересно. Я такого даже не видела. А вы такого и не увидите. Их, видимо, было вообще очень-очень мало. Да, необычно. Я даже не знаю, где ж такое стояло. Это у нас было в Одессе или нет? В Северском Союзе. А, в Северском Союзе. Мы помним спички за копейку. Ну да, где... Да. Ага, ага. Здорово, спасибо. Такое необычное. Вот, видите, как можно... Вроде бы казалось, да, что тут такого. Но можно как... Чего интересного узнать. Ну, патефончик это, конечно... Улица украинская. О, смотри, класс. Ручки написаны. Ага. Это тоже такая икона, да, или что тут? А, я думаю. Видите, как все? И самовары. Ну, так они и писались на доске, все верно. А на чем? Ручки написаны, писаны на доске. А это, может быть, портрет, кто на доске написал. Понесет и знаешь. Вот лишь бы со мной поспорить. Ну да. Я вообще не спорю. Я не спорю. Я спорю сразу. Хотя говорю, нет, это не так. Это так. Да? Это знаешь, что там? Маня, ну что? Сообразим по пару бокальчиков вина. А что ты покупаешь? А, ну ладно, если ты не хочешь, так и не надо. Так и скажи, что ты не хочешь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, опять эту мебель поставили. Ну, посмотрим на нее обязательно. О, что-то вот этот комод я не видела, да? А, это такой сундук. А, такая мебель уже другая. Слушайте, здесь всегда такой интерес. Сундук очень интересный. Посмотри, посмотри вот на это. Ну, сейчас, сейчас. Интересно, это румынская ли чья? Или немецкая. Да, сундук обалденный. Посмотри. Обалдеть. Да. Это для зонтиков. Да. Очень красиво. Шикарно. Посмотри на эту лусь. Как янтарь, похоже, да? Часы. Посмотри на эту саву. Ой, прелесть. Красиво, очень красиво. Да. Вот, видите? Вот там еще что-то есть в машине. Вот первый параулок. И пьян все осталось, кого не направлено. Да. Вот небольшую такую мы с вами сделали прогулочку. Поговорили. Мы рассказали. Это маски, черепашка. Смотри, перлина. Жемчужина, да? В раковине. Рабочий светильник. А, это светильник, да? Ой, как оригинально. Это еще советский. Да вы что? Какая-то... Это что? Фаянс. И сколько стоит? Тысяча лет. Это недорого за такую. Да, я считаю, этот раритет интересный очень. О, как тебе кофемолочка? Это перец. Перец, перецомолочка, да. У меня наподобие только еще меньше есть. Ага, спасибо. Супер. Что-то здесь столько людей, наверное. Там что-то есть интересное. А, соленарты, шахматы. Не будешь спрашивать, о чем нарты? Почему? Один гигабайт. Как это посмотреть здесь? А, это часы. Там не батарейки давают. Ну, может где-то ходит, пришел. Сейчас, как? Где-то там. А что, нарты, Иго? Ага. А что, они стоят этих денег? А? Ира, нельзя. Да? Каждый просит, что хочет. Да? Как тебе эти арбузики? 8 гривен. Да. О, хорошо. О, прекрасно. Так что, все, будем заканчивать. Или... О, видите, посмотрите. Вот, видите, ветки срезали. Кстати, в переулке Лютеранском тоже вот так огромная ветка упала. Вот так посрезали. Стекло разбило на остановку. Да. Там уже положили освобождение. А я думаю, что это стоит, этот трактор или как он называется. Смотри, как красиво там сделали. Да, вот еще будут делать бордюры. И там еще уже машины стоят, уже поставили. Опробуют, да? Апробация идет. Как выдержат или не выдержат. А здесь тоже сделали, смотри. Нет, это было так? Что-то отремонтировали. Что-то там двор открыт. Ух ты. Просто что такое, здесь нет людей. Угу. А, это для рабочих автобусов, да? Да, там так прилично, так красиво сделано. Все, будем заканчивать? Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. О, смотри, мы можем здесь зайти, посмотреть. О, видите, смотрите, видите, здесь падали ветки, их пообрезали. Вот, видите, и здесь. До сих пор это все вот это ураган. Ой, какая-то же красота, лепота. Это же прям бульвар, можно гулять. Ну, хорошо, даже я остановлю. Спасибо. Спасибо.